Здравствуйте, друзья! Уже две наши игры, созданные игровой на движке по NGS, опубликовали за короткий срок на Яндекс.Играх. Также эти игры представлены в разделе «Игры» на сайте. И сегодня я выпускаю небольшое видео о том, как быстро и просто опубликовать игры в Яндекс.Играх на движке по NGS. Вам может показаться, что это видео длинное, но на самом деле я буду все подробно объяснять про каждый шаг. Если в реале взяться за эту игру и пойти опубликовать ее на Яндекс.Играх, то это в реале 10 секунд. То есть мы просто открываем теперь окно библиотеки, горячую клавишу F3, и здесь я создал раздел, прям для Яндекса. Я импортирую этот код, вставляю сюда свой звук и забираю себе вот этот код. Это модуль для Яндекса, скрипт. Забираю вот сюда, выводю, штеммер, файл кидаю. Все. Всего делов. Но тем не менее я написал подробно список тех ошибок и замечаний, которые мы словили от модераторов. Кстати, здесь скоро будут другие разделы ВК-игры, ну и другие площадки, на которых можно публиковаться. Так вот, мы словили довольно много замечаний, все их свел в один список, и сегодня я про них расскажу. В описании к этому видео я поставлю там тайм-коды, то есть чтобы переходить и смотреть, если что-то вам конкретно интересно. Итак, я выписал то, что мне надо рассказать. Первое, игра должна работать. Как бы это глупо ни звучало, действительно, игра должна работать. И что самое смешное, они докопались, ну, докапываются до всего. То есть проиграли 4 уровня, нашли баг и сообщили мне об этом. Это довольно интересное явление, потому что я думал, что они далеко играть-то не будут. Но на самом деле ребята молодцы, далеко играли и далеко прошли, и действительно выискали какой-то баг. Поэтому первым делом игры должны делаться хорошо. Модераторы там действительно проверяют все дело на совесть. Играют, каждый вариант проверяют. То есть если будут переставлять у меня какие-то ячейки здесь, то явно переставляют все и будут искать баги, например, да? Если таковые будут. Ну что ж, первое – это работает. А теперь локальное позиционирование. Смотрите, как бы ваша игра ни зумировалась, вот так вот. Видите, все элементы, ну в данном случае у меня панели в 12, они закреплены на экране, то есть они не двигаются. И они всегда посередине. Ну это не особо замечание, ваша игра по умолчанию должна быть сделана верно, что эти панельки так закрепляются. Но на всякий случай напомню, что за все это отвечает команда S, то есть дополнение к draw S, либо set position S, то есть установить в локальных координатах. Например, давайте для прикола расположим вот эту надпись вот сюда, в правом верхнем углу. Давайте через поиск быстро найдем. Так, FPS называется. И вот, видите, быстро нашли. Это элемент brush. Brush draw text S, то есть рисовать текст локальных координатах. Вот этот текст, который рисуется. Теперь, видите, он рисуется по X и по Y. То есть это самый простой вариант, когда мы хотим нарисовать на левой стене что-либо. Но если на правой, то нужно сделать так. То есть мы должны получить game. Вот так вот. Get with Haze. Вот. То есть ширину активного экрана браузера и минус там сколько-нибудь там, минус 50 пикселей, например. Вот. Теперь только ширину. With. With либо Haze. Вот так вот. Минус 50. И получаем, что текст улетает сюда. 50 не хватило. Давайте сделаем 60. И по Y, например, сделаем 10. Вот, другое дело. И теперь смотрите. Видите? Все позиционируется. Ну, там вот эта фигня закрывает размеры. Но, тем не менее, иконка стоит на месте, никуда она не двигается. То есть все должно быть запозиционировано и при увеличении и уменьшении масштаба тоже все должно стоять на своих местах. Самый простой способ слева. Ничего рассчитывать не надо. И про этот момент я на всякий случай скажу. Мы ведь редко дергаем страницу браузера вот в таком формате. Ну, это случается, может быть, там раз в час, когда мы хотим переключиться, фильм посмотреть, еще что-то. Поэтому высчитывать это значение 60 раз в секунду не надо. И на самом деле под это дело лучше всего создать таймер. Я про это часто говорю и покажу. Вот я попробую вот так вот найти его по поиску. Если найдем, то будет здорово. Не найдем. Ну и хрен с ним. Напишу так. Итак. Вот таймер. Смотрите. Вот у меня переменная VH. Я так и назвал. То есть withHaze. И я туда запихиваю данные. То есть это вне игрового цикла происходит. Данные ширины и высоты. Один раз записал. Это надо, чтобы по умолчанию определилось. Потому что таймер сработает через определенное время. А эта переменная будет равна нулю. Так вот. Теперь создаем таймер. Вот такой вот командой. Напоминаю, что если, когда вы пишете вот так вот на нее таймер, то сниппет все подсказывает. Вам только заполнить нужно. Так вот. Мы создали таймер. Время не важно. Потому что мы сами запускаем с нужным временем. И здесь указаны тоже самое переменные. Еще раз записываем все данные. А теперь смотрите. Я выбираю так. Ctrl D, чтобы найти. Этот таймер перезагружается шагом 50 миллисекунд. Но это не 60 кадров в секунду как минимум. То есть раз в 50 миллисекунд я получаю вот эти данные VH. И на самом деле теперь перейдем на вот это FPS. Если сделать это было верно, то мы не вот эту команду дергаем 60 раз в секунду, а ту, которая VH.wiz. 60 раз в секунду, то есть шагом 50 миллисекунд мы получаем вот это значение. Вот это будет правильное решение. То есть под все вот такие моменты заведите таймер. Получение ширины и высоты, ну или других каких-то параметров, чтобы 60 раз в секунду это дело не дергать. Потому что по большей части это будет бесполезно. Все равно будет здесь стоять. Вряд ли пользователь каждую секунду меняет размер экрана. Но будет там микрозадержка хрен с ней. То есть там даже можно 200 миллисекунд сделать. Тем не менее у Яндекса это дело прокатывает. Хорошо, с этим мы разобрались. Погнали дальше. Дальше сохранение. Это, наверное, один из самых важных пунктов. В игре все должно сохраняться. То есть правила Яндекса такие, что результат, либо счет, либо уровень жизни, либо еще какие-то вещи в игре должны сохраняться, чтобы было пользоваться какой-то результат. Давайте это с вами проделаем. То есть сейчас прямо на примере мы сделаем сохранение, например, позиции персонажа. Вот куда убежим, туда и сохраним. То есть при закрытии окна браузера мы должны восстановить эту позицию появления персонажа. Итак, переходим к игровому циклу. Вот так, давайте-ка я не так перейду, вот так через инновидацию. Так, у меня это... Вот сюда вот ноги. Вот так вот. Итак, вот у меня отсюда начинается игровой цикл. И смотрите, открываем окно библиотеки, Яндекс.Игр раздел, и здесь я привел 4 команды сохранения в local storage. То есть у нас единственный вариант сохранять в память браузера пользователя. У нас же нет сервера. Поэтому все, память и пользуйтесь. Итак, смотрите. В local storage по умолчанию можно сохранить либо число, либо строку. То есть что-то мелкое. Это, может, некорректно говорю. Короче, если у нас есть какая-то переменная, и она равна 5, да, ее можно сохранить. Если эта переменная равна вот такому тексту, ее можно сохранить. Но если это переменная, какой-то объект, либо массив, например, да, вот сейчас, как его там написать тут, вот так, массив, в котором там x равно 55 через запятую, y там 77, то это дело не прокатит. Мы не сможем запихать такую переменную в local storage. Local storage сохранит только строку. Поэтому, смотрите, я привел ну, два типа команд. Вот эта вот команда, это чистый язык JavaScript, это не движковый. она устанавливает, то есть, смотрите, это ключ, по которому сохранится значение, а это то значение, которое мы хотим сохранить. Это для обычных. Вот если b равно, например, 5. Вот так вот, b равно 5. Вот сюда мы эту b и передаем. Вот так вот. То есть, таким образом, с ключом level, ну, под ником level, ну, лучше всего одноименно, конечно, делать. То есть, под ником b мы бы сохранили себе переменную b, равную 5. Только, конечно, b нужно вне игрового цикла. Объявлять я просто для примера показываю, как это все дело сохранять. То есть, важно еще, что вот эта штука не должна сохраняться 60 раз в секунду. Local storage такое не потянет. Он потянет, возможно, у вас на компе, но не потянет в реальном браузере. Сохранение сюда не чаще раза в секунду, а может быть пореже. Ну, либо по факту какого-то совершения, какого-то действия. То есть, внимательно следите 60 раз в секунду, вот так вот в игровом цикле, как написано сейчас, не прокатит. То есть, опять же, окутайте это дело в таймер. То есть, создайте, смотрите, вот так вот, например, local равно new timer. вот нам уже подсказывает. И сюда, смотрите, запихиваем вот эту команду. Запихали. И вот эту перемену, пусть она пока вот как будто выше будет, это вне игрового цикла, вот так вот. И она равна 5. Не объекту, а 5. И тогда в игровом цикле, вот здесь, мы можем просто рестартнуть этот вот local, все время рестартить шагом 1 секунду. То есть, вот так вот. Рестарт. И, например, 1 секунда. Так обозначается секунда. То есть, теперь раз в секунду будет выполняться то, что находится вот здесь внутри. То есть, сохранять эту переменную b. Но нам это сейчас как раз понадобится, я же не просто так это делаю, чтобы не терять ваше время и мое. Это, короче, с простыми переменными. Простые у нас сейчас не будет простого варианта. Ну, зачем простые? Давайте сразу чуть посложнее используем. А вот если у нас объект. И объектом у нас является, например, позиция персонажа. То есть, это точка. Точка пространства, которую мне хотелось бы сохранить. То есть, это, грубо говоря, что-то вот такое. x, y, z. Да, например. Я это все удаляю. И давайте сохранять. Раз в секунду. То есть, local storage. Давайте назову это переменный pos вот так вот большими буквами. То есть, это ключ, по которому мы найдем значение. А тут, смотрите, я принял, ввел снизу еще два типа команд. Вот эта штуковина, вот эта вот, она переводит наш объект в строку. То есть, вот эта вот форма записи, ну, точнее, вот эта вот, JSON. мы здесь указываем наш объект, позиции персонажа, это по сути уже объект, там x, y, z. И он поможет правильно это упаковать в local storage. Поэтому забираемся в эту команду. Я повторюсь, я все вывел команды, чтобы вам особо не париться по этому поводу. Название. Перепишем, close. Вот так вот. И сюда укажем вот так, player getPosition, getPositionC. Пусть будет относительно центра объекта. Вот. Теперь, например, давайте вот так вот. Здесь время не важно, когда мы рестартим, это время не важно. Теперь, шагом в игровом цикле вот здесь вот, давайте закомментируем это дело, чтобы ошибки не вызвало. Теперь, шагом, так, local, да, у нас называется. Local, вот так. Шагом 2 секунды будем сохранять. Или шагом секунды. Итак, рестарт 1 секунда. Вот так вот. Хорошо. И вот теперь, если мы будем бегать, то ошибок никаких это дело не вызвало. LocalStorage, сейчас, 2 буквы L, да, где-то написал. 5,7, 577 строка. Ага, да. Это сейчас 1 секунда, это я так туда криво записал, что ли, я все что поправлю. Так. Да нет, вроде, наверное, так опечатался. Ладно. Если что, всегда следите за ошибкой. Вот, смотрите, мы ходим, ничего не изменилось, ничего и не будет. Но сейчас localStorage записывается, это дело можно найти по ключу в консоли. Так вот, теперь нам получить эти данные нужно. Как получить? А получает вот эта, другая команда, которая была указана ниже. Где мы получаем? Ну, вы получаете там, где инициализируете вашего игрока. Вот. Их идем. Я иду в место, где инициализирую игрока. Вот у меня инициализируется игрок. У него так, player, я ставлю пользовательские свойства. и вот можно ниже вот так вот сделать. Смотрите. Player setPosition. SetPosition. Уставить позицию персонажа относительно его центра в точку. В какую точку? Смотрите. Так. Мы вот эту точку немножко неправильно, некорректно записал. Сейчас подумаю, как-то исправить. То есть мы не можем записать, потому что, видите, у нас же нет этих данных. Давайте вот так вот запишем. Вот. Вот так. Ага. У нас там называется POS. Помните, большие буквы? Смотрите. Если в Local Storage есть вот этот элемент с ключом POS, если он есть, тогда вот так вот скобочки ставим. Я люблю скобочки. Ну, кто как любит. Вот. Тогда мы плееру устанавливаем позицию. Ту позицию, которая вот вытащит нам эта команда. Она опять переберет вот эту строку и сделает из нее тот объект, который был. Вот. Это с вами сделали. Чего он тут все ругается-то? Что, скобки лишние, что ли? А, скобки не хватает. Вот так. Хорошо. То есть, если в Local Storage что-то есть, мы подгрузим эту позицию персонажа. А, иначе, вот так вот. Плеера. Так-так-так-так-так. Не вижу. Я не вижу, чтобы у меня вообще плеер устанавливался как таковой. Можно также смотреть а плеер в setPosition.c и вот то, как он идентифицировался на карте уровня игры. То есть, это объект, вот так, getPosition, getPosition. Вот так. Иначе мы возьмем ту позицию, которая у нас на карте уровня игры определена. Вот она. То есть, где мы поставили вот так вот нашего игрока, там он у нас и по получению появится. А если в Local что-то было, должен появиться туда, куда уйдет. Ну что, давайте проверять. Надеюсь, не сильно накосячили. Итак, сохраняем все это дело и побежали, чтобы убедиться в правильности. Вот, короче, убежали и закрываем окно браузер, потому что это как раз для закрытия, чтобы из памяти потом что-то достать. Запускаем. Видите, теперь мы стартуем уже с нижнего. Он, кстати, у мобов появилось это название, я совсем забыл про название, вывести их. Так, все супер, заработал. Надеюсь, этот момент вы тоже поняли. Двигаемся дальше. Если что, в Google помощь либо в нашем чате в Телеграме спрашивайте все ссылки в описании к роликам. Кстати, игру, в которой играют, также ссылку в описании к ролику, ссылку в описании к этому ролику я оставлю, но если что, в разделе игр есть раздел Develop. Я под игру создал целый раздел, в котором можно читать описание этой игры, управление, механику, ну и собственно следить в режиме реального времени за построением, за развитием этой игры. Так что послеживайте, кому интересно, можете пробовать всю механику. Итак, следующее, выключить звук. Это тоже важное требование, по сути два требования, сохранение звука. Выключить звук у нас нету по молчанию кода, который выключает этот звук. Ну вот у меня здесь уже, конечно, есть, в движке нету, но как бы и не надо. Поэтому горячая клавиа шеф-три вызываем и последний выключить звук. То есть это обычный JavaScript, мы создали слушатель событий и если страница браузера закрыта, тогда вы можете использовать две команды. Вот это все ваши звуки, ну вот звуки, которые инститализированы, вот так вот, да, вы их загрузили. Всем им можно написать паузу. Либо второй вариант. Всем этим звуком можно с этого написать ноль. Ну я вот закомментировал, либо это, либо это, что-то хотите. И если вы закроете окно браузера, вот эту вкладку, вот так вот свернете, не закройте, а свернете, то звук вырубится. Это важно для всех звуков. То есть я сделал для фоновой музыки, но потом, когда они закрыли, там почему-то проиграла смерть моба, который умер чуть позже, они это услышали и тоже сделали замечание. Так что молодцы. Ребята, повторюсь, тестируют очень качественно, очень хорошо. Так, мне не нужно захламлять это. Так, погнали дальше. Так, скрипт, а, ну и, собственно, все. Теперь смотрите, после того, как мы все это сделали, а требования-то, видите, как довольно маленькие, мы делаем рендер игры. То есть у нас сборщик, он соберет в ту папку, в которой, собственно, игра, выбирать ничего не нужно, просто собрать. Все, игра собрана. За доли секунд она собирается. Вот, и теперь мы уже переходим сюда, открыть папку в проводнике и смотрим. Первым делом, у нас карта уровня игры не переходит, поэтому забираем их. То есть, забираем карту уровня игры. Вот так вот, копировать и в билд вставляем. Все остальное, обратите внимание, переходит. Все там файлы, которые по ресурсам, вот все игровые ресурсы, если надо, все это дело перейдет. Итак, хорошо. Теперь я написал здесь, вот, сейчас, одна секунда, в файле game не PGS, а JSON. Да, мы же не можем заставить сервер Яндекс.Игр подстроиться под нас. У себя на сайте мы можем делать что угодно. У меня формат PGS читает. То есть, я себе на сервере это поставил. У них не будет читать. Поэтому заходим в изменение формата и пишем, что это, на самом деле, JSONчик. Вот так, JSON, формат JSON. Но не забывайте, что если вы ссылались на это дело в коде, а мы ссылались, то нам придется открыть код, уже в редакторе кода, либо заранее, короче, откройте. Найдите там, где вы читали карту уровня игры, вот она читалась, вот, PGS, мы тоже меняем на JSON. Ну, потому что мы к этому файлу обращаемся. То есть, PGS это движковый наш формат собственный. Вот, собственно говоря, и все. Так, это не сюда. Поменяли для всех файлов карты уровня игры JSON. Теперь, для правильности работы на карте уровня игры у нас используются пока абсолютные пути. То есть, путь к этому файлу, путь любого файла изображений, который лежит на карте уровня игры, он полный. То есть, диск D, там, проблес файлов, и так далее, и так далее. Это, это, конечно, неверно. То есть, в будущем мы сделаем, автоматизируем это дело, но тем не менее, для правильной работы это надо. В будущем сделаем относительные пути, когда путь только из ресурсов идет. Поэтому, либо скриптом, либо еще как-то, в будущем мы оптимизируем. А пока руками. Заходите в карту уровня игры, то есть, это тоже в редакторе кода, любом открываете, находите любой файл, то есть, ссылку, это JSON файл, то есть, карта уровня игры, это JSON файл. Вот переходите, находите изображение, нам нужна ссылка на любое изображение, которое здесь есть. Сейчас мы вырестаем, они здесь будут никуда не денутся. Вот, видите, полный путь. Она полный путь не устраивает. Нам нужно от ресурсов. Ну, потому что мы же загрузим куда-то, и там уже будут ресурсы и так далее. Поэтому выбираем это, нажимаем Ctrl F, вот он в эту строку поиска переходит, Find All, найти все. И клавишу Delete нажимаете. Он сотрет по этому файлу все вот эти вот начала. Он все по документу такие выбрал. Ctrl Less нажимаете, сохраните, закрываете. Вот. Все, собственно, поправили. Это дело тоже не так сложно, да. Зато стабильность есть в работе. Итак, погнали, что там дальше. Скрипт, да. Теперь, горячий клавиш F3, еще раз нажимаем, модуль Яндекс.Игр, вызываем себя. Забираем его отсюда, он для HTML файла игры. И переходим вот сюда. Файл Index. У нас Index файл сформировался, с ним ничего делать не надо. Единственное, что вот сюда как раз это дело и вставляем. Вот до Head, то есть в голову сайта, вставляем этот Яндексовский скрипт. Он нужен для отображения там чего-то, развертывания игры, рекламы, ну и так далее. Короче, вот так вот, Ctrl Less нажимаете, сохраняете. Собственно говоря, и все. И ваша игра подготовлена для публикации в Яндекс.Игр. То есть никаких требований, там, запредельных требований у них больше нет. И последнее. Я покажу, как заполнить данные. Там тоже был один небольшой косяк. Неточность. Но эта неточность, мне кажется, уже больше проблемой Яндекс.Игр самих, потому что там, как бы, их вина. Но тем не менее. Вы регистрируетесь в консоли Яндекс.Игр и вот здесь наверху добавить. Когда нажимаете добавить, а я покажу на примере моей заполненной игры. Итак, название. Здесь, видите, здесь очень много подсказок. Если вот здесь все стереть, вот так вот, то видите, сами прочитайте лучше, чем я расскажу. Поэтому вот пока листаем, заполняем все поля, как и не подсказывает, если тоже стереть все, сатуряется. Здесь есть тоже еще раз подсказка. Короче, ребята постарались. Ничего не запутанно, очень много всего вам хорошо сделано, короче. Управление тоже. Не ленитесь, потому что если там тупая кликалка, одно дело. А вот если как мою многопользовательскую игру, я же не зря под нее раздел на сайте сделал. Потому что там сейчас горячий клавиш, не знаю, будет штук 20. Вот. И, конечно, люди все не знают. Так, дальше. Вот здесь они мне немного пофиксили, фиксят теги. Ну, потому что я там написал Александру Птичкину, я же не знал, что на нельзя это писать. Не очень понятно, какие теги писать. Может по имени, может по названию игры, может еще почему-то. Вот здесь можно выбирать из представленных, либо добавлять. Короче, здесь все понятно. Так. Тип игры, приключения, заполнять. Но это мелочевка. Добавляете им нужные картинки. Видите, здесь нужного размера уже все представлено. Спускаемся чуть пониже. Если у нас игра только под компьютер и горизонтальная, ну вот горизонтальный файл, либо вертикальное видео. То есть, надо снять видео с игрой, как вы проходите игру. И здесь тоже очень важно. Видите, у меня нету, не видно окна браузера, не видно ничего, что за ним. То есть, четкая игра. То есть, вот если бы я сейчас снимал, вот как вот в Яндекс, вот как будто весь экран, как вы сейчас видите, это неверно. Они бы зафиксили, сказали бы, нет, так нельзя. То есть, вот четко то, что видно в рамке экрана. Никаких вкладок, чтобы ничего вот этого не было. Поэтому обрежьте уже в редакторе, правильно сделайте видео, иначе получите замечание. Это не критично, вам никто голову не отрубит, но просто это все трата времени. Но самое главное, это время произошло вот здесь, пониже. А пока у вас вот этого не видно, смотрите, здесь нужно загрузить ваш файл. Собственно, все очень просто. В zip-архив запаковываете весь ваш проект. То есть вот то, что мы там получили с вами. Где он там у нас был-то? Закрылся уже. А, ну, сейчас подождите, из игры откроем. Так, вот, build. Открыть папку. Теперь вот эту папку берем. Да, смотрите, этот файл должен называться index.html. И больше никаких html-индексов здесь быть не должно. Дальше, как хотите. Вот. И здесь можно как название игры. То есть в zip-архив зиповываете этот файл и прикрепляете. И в чем тут был лично у меня прикол? Ну, может, я криворукий, конечно, не знаю. Я, короче, выбрал этот файл. Кстати, приколь, здесь можно скачать обратно себе, вдруг потерял. А у меня уже есть такая проблема. Правда, я переделываю заново. Ну, ладно. Выбираю, прикрепляю. Он загружается там минуты две-три. И как бы, что, я пошел дальше. Я сейчас вернусь сюда на эти поля. И здесь внизу две кнопки. Сохранить, отправить на модерацию. Ну, что я сделал? Быстренько сохранил, отправил на модерацию. Потом предъявил ответ. Ваша игра не работает. Она не работала по причине, что я PGS не переименовал в JSON. Я просто-напросто забыл. Вот. И поэтому вам про это и рассказал. Ну, как бы, хорошо, они, типа, мне такие говорят, вы что, не смотрите, не смотрите, что загружаете, типа? Я говорю, что как я посмотрю-то? Оказывается, что через 5-10 минут вот здесь появляются значки. Как раз можно было, оказывается, открыть игру, но это появляется потом, попозже, когда вы чай сходите попить, либо покурите, либо еще что-то сделать. То есть это далеко не сразу появляется. Может быть, через минут 15 появляется. Я же не знал. Здесь бы хорошо было комментарий. Скоро здесь появятся ссылки на игру, проверьте. Из-за этого я потерял 4 дня. То есть я просто ждал, получив ответ. Ради чего? Ради того, чтобы получить ответ, что у вас не работает. И так бы я сразу поправил это дело. Короче, здесь открываете игру, ждете, когда эта фигня появится. На модерацию никогда не отправляете. Сначала сохранить, ждете, когда появится. Вот так вот открываете игру, проверяете, что ваша игра загружается. У меня здесь один из вариантов моей игры. Он тоже с локосторочным. Видите, меня убили. Убили заранее, хотя не должны были. Ну, потому что вот так уж было устроено. Такой первый вариант этой игры у меня был. С этого все и началось. А потом я психанул и решил глобально все переделать. Ну, не могу я выпускать вот такое. Совесть не позволяет. Так. Двигаемся дальше. Инструкция. Здесь все то же самое. То есть, я выбираю подпункт десктопный. Ну, у меня для компьютера. Поэтому я две картинки еще полного масштаба загружаю для компьютера. Если у вас мобильная версия, переходите сюда и также выбирайте файлы для мобильной версии. Как это выглядит на мобиле? Делайте скриншот. Так, здесь насчет рекламы. Если горизонтально включаете рекламу, то есть для мобилы у меня выключено, для компьютера включено. Короче, здесь вот где-то все будет отображаться. Где реклама? Чтобы реклама была, в Яндекс.РСАй нужно будет вам зарегаться. Там наверху в меню будет. Кликните и зарегайтесь. На вашем аккаунте, собственно, в Атарку. Ну, собственно говоря, и все. Возраст. Возраст тоже, видите, очень хорошо указан. Допускается так или иначе выраженное графическое насилие по отношению к фантастическим героям, как правило, не схожим с человеком. Так, у меня есть небольшое насилие к летучим мышам, которые уничтожили урожай без какой-либо крови. Здесь написано без крови и ранений. Да, у меня просто дерутся с мышами, бью и убиваю. Как и в игре пиротии было. То есть у меня возраст 12+. Если такого дела нет, то это вообще 6+. Ну, чем ниже опуститесь, тем, наверное, лучше. Больше аудитория можно будет, разрешается. Так, платформы тоже указываете. Ориентация какая игры. Так, здесь все понятно. Понятно, все игры 50 на 50. Это, наверное, потом когда-нибудь придет. Я не знаю, откуда это появилось. Я больше, видно, уже попробовали. Так, больше здесь ничего заполнять не надо. Не надо ничего заполнять. Да, и последнее, если хотите, снимите еще небольшое рекламное видео какое-нибудь, которое Яндекс будет публиковать. Я больше чем уверен, что Яндекс придерется еще к какой-то мелочевке. Ну, прям про основную, самое основное я рассказал. После того, как вы уверены, что ваша игра запустилась в Яндекс.Играх, желаем сохранить, отправить на модерацию. Ну, и молимся, что разработчики не докопаются до какого-то значка, который, по их мнению, висит там, где надо. Потому что мне сделали замечание, что слишком много черных полей на фотографии. У меня как бы игра такая. Ну, сами картинки нужно было делать такие полномасштабные, без всяких там графических искажений. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, я помог вам в этом процессе публикации игры. То есть, мы прошли все этапы. Я рассказал о всех багах, которые мы словили, замечаниях. И я думаю, что вам будет теперь гораздо проще опубликовать игру, созданную на движке PointJS, по крайней мере, в Яндекс.Играх. Про другие платформы мы поговорим чуть попозже, когда поймем, как под них правильно работать. И также в библиотеке у нас появится раздел под разные платформы. Ну что, друзья, спасибо за внимание и до встречи в новых видеоуроках. Пока. Продолжение следует...